здравствуйте это кафхаки рефорд сегодня следующий день после того как мы скосили клевер который мы показывали на прошлом видео и сегодня выполняем третий этап работы это этап называется прессование дима накануне сегодня ну где-то с обеда сделал волки как видите вот я сейчас прессую значит прессуем же нашем прессе комприма f155 xx и кроны вот какие получаются рулоны хотел показать си ножа 3 укоса работаю с полностью включенными ножами рулон довольно тяжелый настройка стоит 135 сантиметров диаметр вот здесь настройка такая на четверке стоит а на пульте управления 135 стоит значит сама по себе работа на прессах такого типа или это будет ленточный или вот такой вот планчатый пресс ну фактически с ленчат с ленточа с ленточной камерой потому что это здесь тоже она имеет возможность перекашиваться менять геометрию и делать рулоны разного диаметра до 155 миллиметра сантиметров как видите на этом так вот особенность работы на таком прессе состоит в том что нужно следить за прессованием правой и левой стороны рулона чтобы он был чтобы он получался одинакового размера справа и слева как этого добиваться и как вообще работать на таком прессе чтобы работать эффективно и быстро и получать и рулоны качественные и плотные и чтобы не было брака он кстати все остальные рулоны смотрите на поле лежат вот как этого добиваться значит у нас есть волок который мы должны запускать в пресс-подборщик если мы будем ехать слишком быстро даже пресс позволяет кстати пресс не затыкается вообще хоть и включены все ножевые группы пресс работает без затыка ну трактор довольно мощный 130 лошадиных сил все-таки но работает здесь следующий момент что когда вы идете слишком быстро у вас может быстро набиться левая сторона и не набиться право несмотря на то что вы даже будете маневрировать во время движения так как указано в инструкции в инструкции указано двигаться примерно вот так здесь покажу вот вот инструкция фактически вот которая показывает как надо работать вот вот так значит если даже вы так будете делать все равно вас может получиться что левая или правая сторона набьется раньше и вот тогда наступает такой затык вы бы быстро ехали много массы набрали у вас уже стопроцентная загрузка пресс-подборщика и например на этом пресс-подборщике при стопроцентной загрузке включается автоматическая обмотка он не дает дальше забить и сломать пресс вот то есть вы должны будете остановиться отъехать назад уменьшить скорость и заехать в волок опять уже другой стороной которая вам показана что сильно ну меньше набита чем правая сторона например вы должны другой стороной наехать вот вот это замедляет скорость работы поэтому я советую придерживаться такой тактики и это не не мое ноу-хау наверняка кто работает на пресс-подборщиках таких прекрасно это знаем я работаю примерно так когда я только стартую выгрузив рулон я начинаю ехать на повышенной скорости и соблюдаю вот это правило что у меня сначала левая потом правая потом опять левая сторона через каждые 15 метров примерно набивается и вот это правило я соблюдаю до тех пор пока у меня не начинает на пульте управления показываться что уже идет завершающая стадия набивки рулона тогда я перехожу на более пониженную передачу и соблюдая это же правило стараюсь дальше прессовать волок так чтобы у меня прибор показывал все время нормальное состояние то есть нет что у меня нет перекоса рулона что у меня нет на больше набития правой или левой стороны то есть в центре и вот таким образом на маленькой скорости я завершаю прессование до тех пор пока уже мне пульт управления покажет что рулон набит достиг своего размера и я могу включать обмотку вот я советую вот работать так и это наиболее эффективный наиболее быстрый способ так это первый вопрос второй вопрос хотел показать как высохла масса за вот это время как видите у нас тучи было солнце днем из туч выходила ну все время ветерок такой ну довольно сильный ветерок и вот как просох наш клевер вот ну вот он не хрустит листики вялые видите вот внимательно смотрите вот стебли тоже такие стали пожухлые но эта масса я даже мы даже не измеряем ее влажность это сто процентов замечательный сенаж получится ну вопрос только к фазе который мы убираем ну сейчас я на торце покажу как он выглядит на торце рулона здесь он выглядит более темным он уже просто в этом ну рон очень плотный вот вот здесь прям как камень здесь немножко помягче середина вот ну а так вообще мне очень нравится короче пресс подборщик работает замечательно и не жалко было потраченных денег не жалко кредита за который почти 100 тысяч месяц нужно отдавать ничего моего как-нибудь погасим потихоньку ну вот еще хотел показать как выглядят уже рулоны которая дима загружает рецепт мы день короткий уже осень раньше бы мы закончили а так еще придется на завтра оставить эти волки вроде дождей не будет вроде бы поэтому вот эти рулоны сейчас дима везет на обмотку лона 135 сантиметров диаметром и еще один прицеп он загружен всего повезет сейчас 33 рулоны вот я 33 сделал еще осталось наверное еще рулонов наверное ну может 7 10 будет точно таким образом с этого поля мы сможем собрать около 40 рулонов 40 рулонов по где-то самое меньшее 500 а то и 600 килограмм вот это уже ну хорошая добавка нам зиме вот что значит третий укос вот видите даже в этом процессе у нас задействовано три трактора чем больше тракторов в хозяйстве тем лучше вот этот трактор мы сняли сейчас кормораздачика потому что карма не нужно раздавать коровам но это опять мы будем его прицеплять то есть если бы у нас был бы еще один трактор был бы был бы не лишним а еще один трактор 92 п сейчас зацеплен на косилке стоит что чтобы его и завтра будем косить люцерну чтобы его не разагрегатировать мы его оставили на косилке ну а вот второй трудяга он нас и навоз чистит и рулоны и солому разбрасывают коровьи боксы тут все все на нем ну вот последние рулоны ну а за рулем у нас наш работник за рулем этого трактора сейчас наш работник саша шилов он у нас по штату все как положено устроен дима хочет поместить рулон который не должен помещаться реально он упадет теперь поместить теперь доедет утрамбовал ну кстати вот еще один момент такой не очень хороший это то что у таких вот прицепов колеса довольно жесткие и они сильно приминают поле поэтому тут надо стараться на таких прицепах если вы будете использовать ездить только тогда когда поле более менее крепкая когда нет такой прям ну ну следов чтобы не оставлял этот прицеп иначе просто испортите поле потом будете прыгать и на прицахе на косилках даже вот сейчас поле не сильно твердая поэтому жалко что мы давим его вот осень темнеет рано уже темно мы продолжаем обмотку этих рулонов их надо отмотать как можно быстрее автоматически работая система на 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 здесь у нас лежат сосиски с зерном также обмотанные и вот тут и сенаж положить видите рулоны одинаковые пресс подборщик хорошо работает поэтому все гладко ровно хорошо получается на гладко ровно на в Машина отталкивается от лежащих рулонов и движется вперёд потихоньку. Вот так это делается. Обходка очень быстрая. Можно обматывать 60 рулонов в час. Легко. Вот там были умники, на фермеру говорили, что у нас не получится с зерном обмотка. Всё, вот зерно лежит. Достаем его потихоньку с краю. Всё идеально сохраняется. То есть вообще, такой способ хранения зерна для тех, у кого есть, конечно, скоростной обмотчик, я бы тоже рекомендовал. Вместо строительства больших, дорогих зернохранилищ, которые сейчас при удорожании дерева и металла будут вообще золотыми. Затраты по плёнке получаются на 1 килограмм зерна примерно 3, максимум 4 рубля на килограмм зерна. Ну вот, последний рулон. Нужно вести следующий прицеп. КОНЕЦ Ну и вот, во время заготовки сенажа, подвяленный сенаж, клевер, мы даём нашим дойным. Они любят всё-таки разнообразие по сравнению с сенажом, заготовленным раньше. Конечно. Есть уже вот такие грубые палки, видите. Ну, коробки едят с удовольствием. Ну, пока свежие. В сенаже, конечно, грубые палки, они всё равно немножко провяливаются, но остаются в том числе грубыми. То есть такой сенаж надо измельчать лучше обязательно. И всё равно он будет уже немножко другого качества, нежели сенаж более ранней степени спелости. Ну вот, как коробки едят, всё-таки зелёное им нравится. Ну, витамины. А ну да, Димок, да и тем ещё. Поддержание витаминов, конечно, больше. Ну, сотни, так не надо. Растяни. Всё ещё дома. Ну, короче, у коровок работа на всю ночь есть. Домашнее задание сделано. Утром проверим по надоям, как они выполнили домашнее задание. Ну, всё. Всего всем доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова